привет всем зрителям канала фартовый коллекционер спасибо что смотрите мой канал ставите лайки поддерживайте сегодня я распакую три посылки от национального банка с наборами монет давайте я распакую покажу как они упакованы и посмотрим что за наборы и сколько они стоят по каталогам и какая реальная цена если интересно продолжайте смотреть итак друзья вы видите у нас три пакета и как как мы видим тут у нас запаковка вот в таком формате здесь просто картонка и скотчем и здесь также в принципе одинаково еще такой один момент если вы делаете два разных заказа даже все в один день на плачется с разными номерами то объединить их в одну посылку вам национальном банке не смогут даже по вашей просьбе для них это очень сложная процедура и приходится заплатить например за две разные посылки за доставку отдельно давайте сейчас распакуем посмотрим какие наборы приехали смотрите вот так были запакованы абсолютно просто наборы 21 года и двадцатого года их запаковали в такую вот пупырку но при этом заклеили скотчем по кругу это же неудобно потому что вот как я этот скотч сейчас сниму обычные в обычных перчатках непонятно а если его каким-то образом срезать с этой запаковки можно просто повредить то есть любители скотча в национальном банке реально есть и просто-напросто непонятно как распаковывать такие такие посылки но зачем они это делают еще больше замотали чтобы вообще никак не открыть ну ладно это моменты технически надеюсь это будет исправлено два набора как вы видите 20 20 года в одной посылке потому что можно было заказать два набора на самом деле я расскажу чуть позже один из этих наборов я разыграю но об этом расскажу дальше один оставлю себе хотя у меня в принципе еще был когда я давным-давно покупал эти наборы когда они только появились еще в прошлые разы а вот эти наборы заказать нельзя было два штуки может был только на одного человека один а это мне прислал мой подписчик также я что-то придумаю с этим наборчиком интересное сделать первый раз держу его в руках давайте посмотрим сделаем скажем так он пакинг и мое впечатление я сниму перчатки он такой прорезиненный в принципе такой точно как и прошлого года и нему и немножко похож на 18 год по самому материалу картона до который прорезинен довольно классно смотрится тематика этого набора 25 лет горшевой реформы в украине я делал на него обзор когда анонс был рассказывал о чем какая тематика смотрите здесь очень выглядит красиво наша гривна конечно было бы классно если бы они как-то и вставляли сюда саму монетку представьте но было бы просвечивалась и было в какой-то капсуле было бы вообще очень круто особенности в пруфе эту гривну разместить но к сожалению не реализовали открываем этот набор давайте посмотрим у нас а в основном наборы всегда были в таких цветовых гаммах как желто-синий мы видим бывали еще раньше сейчас я покажу в каталоге потом бывали зеленые цвета у нас наборов бывали серые цвета вот мы видим такой серый такой серый много довольно кстати серого а такой цвет впервые мы видим если честно мне он очень нравится неординарный такой интересный причем гляньте как они показали звезды или какое-то мерцание окон или даже не знаю что они что именно дизайнер хотел отобразить но выглядит довольно круто мне очень нравится сзади мы видим перечень монет которые у нас в наборе на украинском языке и на английском языке давайте под открывать смотреть здесь у нас описание что что за набор да и чему он посвящен собственно так и написано что золотыми буквами у нас в истории вписана дата 2 сентября 96 года когда была введена гривна и собственно они эти золотые буквы вот таким образом реализовали мне очень нравится оформление наборов украины именно в такой в таких коробочках как они всегда да собственно выходили еще там тринадцатый год ну конечно мы не берем там 96 год но вот это недоразумение конечно выделяется из общего фона вот таким образом попробовали в девятнадцатом году сделать набор если честно мне не нравится монеты переворачиваются а их там не достать как-то вносить достать можно но они ну скажем так очень странно выглядят причем с эти не в капсулах таких в полу капсулах если честно набор 19 года мне меньше всего понравился из тех наборов которые у нас были ну вот может быть кому-то нравится напишите в комментариях как вы относитесь именно к этому набору давайте сейчас я открою вам наборы монет покажу какие у нас наборы монет были у как удачно видите сходу открыл какие а это буклеты мы видим буклеты буклеты вот собственно в книге максима загребы в книге каталоги видите показаны все наборы как они выходили по годам вот и мы видим цветовую гамму в каком каком они формате какие у них тиражи и ориентировочная стоимость данных наборов какие-то наборы у меня есть каких-то нету но в любом случае это все интересно вот восемнадцатый год который мне очень нравится я считаю это очень перспективный набор так как именно в нем у нас копейка 2 5 25 которые уже убрали то есть это последний набор с этими монетами здесь он оценен в 2 500 сейчас его можно купить реально 1900 тысячи 2000 гривен вполне реально у меня даже парочка таких наборов есть потому что я считаю что это классный набор его стоит иметь хотя бы в двух экземплярах что после что 2 можно было поменять дальше это самый сдат набор 2019 года тут у нас тираж всего 10000 штук это очень хороший тираж дальше у нас здесь 20000 тираж девятнадцатый год ну тираж хотим маленький относительно относительно маленький 20000 но мне сам по себе этот набор не понравился давайте перейдем посмотрим если тут фотографии нового набора к сожалению нет мы видим что-то 21 года видите не попал еще в этот каталог я думаю будет в следующем каталоге конкретный показан этот набор я рекомендую его брать и по стоимости видите 500 гривен у нас указана стоимость данного набора давайте посмотрим сколько он стоил в национальном банке значит набор 2021 года стоил 416 гривен при тираже в 20000 а набор 2020 года стоил у нас 430 гривен за один набор давайте посмотрим еще немножко внимательно кстати рекомендую эту книжку покупки уже скоро будет выйдет новая версия обязательно покупайте там действительно можно посмотреть не только наборы но и монеты медали очень интересно много сувенирной продукции которые просто напросто но не будешь покупать себе либо нет финансов на какие-то такие вещи или тут ну только здесь к сожалению можно некоторые позиции увидеть что они в единичных экземплярах так что книгу я такую советую но берите уже свежий выпуск дальше давайте перейдем к этому набору мы видим довольно туго кстати достается видно что он только с полиграфии сзади у нас это у нас логотип монетного двора мы видим национального банка в таком вот интересном изображении что мы еще довольно плотненько хорошо ровно сделан если мы вспомним какие-то другие наборы там вообще делали непонятно как клеили то есть цель из такой задачи сделать супер качество наверное не было сделали 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 ну и при этом цена у него была там очень дешевая вот здесь мы видим хорошего все сделано плотненько красиво довольно приятно на ощупь и вот такая вот тут интересно как волна да вот логотип банкнотного двора мы видим и наши жетон с гривной киевского типа и с нашими монетками посмотрите как они выглядят это монеты которые сейчас собственно у нас в обиходе 10 копеек 50 копеек которые попадаются на сдачу они являются платежными средствами здесь конечно все монеты повышенного качества чеканки друзья они уже сами по себе стоят дороже они интересны это не те просто которые чеканились для оборота для тех кто не знает так что в этом плане я рекомендую если собираете монетки в хорошем состоянии в он циркулейтед повышенного качества чеканки приобретать себе вот такие наборы в целом тематика наборов украины довольно развита потому что много у нас наборов есть коллекционеры которых собирают действительно есть очень яркие красивые наборы которые но лично мне нравится везде гривна киевского типа у нас фигурирует как символ тоже нашей державности вот смотрите и монетки конечно всегда очень-очень хорошем состоянии но иногда ведь и бывает что что-то попадает какая-то или бумага или картонка к сожалению браки производства случаются надеюсь вам не будут попадаться монеты с какими-то например царапинами или еще что-то ну вот так 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 такая такая идея давайте перейдем конкурсу расскажу какая у меня идея по конкурсу вот этот замечательный набор начнем с этого набора я хочу разыграть в конце года но не просто наборчик который вот вы видите перед собой а мы его апгрейтим сделаем не просто на обычный набор а покроем эти монеты золотом с моими друзьями компании золотой слой которые делают которые делают покрытие любых материалов с настоящим золотом 999 пробы и такой набор мы разыграем 20 года год был сложный довольно таки для многих и с этими все эти ситуации с этой пандемии но мы его немножко позолотим и как разы как получить такой набор во первых я покажу как это все происходит сейчас вот мы запомним набор в таком состоянии как он есть а потом мы его соответственно позолотим розыгрыш будет простой под всеми моими роликами которые выходили или сейчас выходят нужно написать комментарий один я случайным образом выберу видеоролик и в этом ролике определю победителя с помощью программы то есть если вы оставляете комментарии хотя бы один комментарий под моими роликами в автоматически участвуйте в розыгрыше вот такого приза необычного так что друзья обязательно оставьте комментарий в этом ролике оставляйте комментарии во всех моих роликах и поучаствуйте в розыгрыше вот такого подарка к новому году надеюсь ребята мне профессионально все сделают очень хочется в это верить наборчик видите я им уже приобрел отправлю и потом мы разыграем я лично его буду отправлять либо вручать если победитель из харькова спасибо всем кто посмотрел этот выпуск напишите мне комментарии что думаете про вот этот вот набор как он вам подписывайтесь на канал фартовый коллекционер и всем пока друзья